Здравствуйте, уважаемые садовод и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Осенний период, период, ну, уже активного и менее активного сбора урожая. Убирая огуречник, вот сейчас уже вторая половина сентября, и, конечно, в открытом грунте, после нескольких заморозков, огуречник приходит в упадок. Несмотря на то, что болезни, вредители на него у меня не нападали, но морозы есть морозы, никуда не деться. В будние дни прошли заморозки, укрыть не получалось, понятно, я в Минске, а участок далеко, и, соответственно, огуречник начал приходить в упадок. Однако, все еще остались вот такие вот огурчики. Когда огуречник начинает жухнуть, начинают листья, под ним, как сюрприз, можно найти огурцы переростки. Ну, иногда разные бывают причины, почему огурцы переросли. Вовремя не собрали. Ну, у меня так получается, что есть эти огурцы переростки, потому что под листьями, ну, просто где-то упустил. Откоренно говоря, участок открытого грунта огурцов у меня был небольшой, потому что в прошлом году я огурцы чуть большего участка собирал ваннами. И все это показывал, было очень забавно и смешно. В этом году у меня шикарные огурцы в защищенном грунте, они все еще продолжают давать урожай. Поэтому огурцы открытого грунта, ну, остались такие немножко без внимания. Убирали из них урожай, но без особого энтузиазма. Как бы там ни было, остались вот такие огурцы. В чем же их огромная ценность? Начну я чуть-чуть издалека. Вот здесь вот, за грудиной, вот здесь, вот в этом месте, где сходятся ключицы, мало кто знает и задумывается о строении даже своего тела, не говоря уже о нюансах каких-то огородных дел. А зря, потому что вот здесь у нас находится такой орган, который называется тимус. Раньше тимус считался, ну, таким почти бесполезным органом с непонятными функциями, как бы никому не нужный. Но на самом деле современная наука доказала, что тимус является очень важной частью нашего тела. Он является хранилищем клеток нашего иммунитета, особых клеток, которые также называются Т-киллеры. Эти киллеры носятся по всему нашему организму, уничтожая как чужеродные организмы, там, бактерии болезнетворные и так далее, но также и наши раковые клетки. Когда вилочковая железа приходит в упадок, а в упадок она приходит с возрастом, там до 70% вилочковой железы, так ее раньше называли, вилочковая железа, тимус, она замещается жировой тканью с возрастом, поэтому с возрастом, там, к 70 годам, даже раньше, к 50 годам, мы становимся гораздо более уязвимыми как к инфекционным болезням, так и к онкологическим заболеваниям. Один из огромных потребителей такого микроэлемента, как цинк, вот как раз тимус и является потребителем этого микроэлемента. Нехватка этого микроэлемента в нашем питании приводит к тому, что тимус деградирует гораздо быстрее. Цинком богаты достаточно отруби, да, вот пшеничные отруби, овсяные отруби. Цинком очень богаты такие продукты, как морепродукты, всевозможные там мидии и так далее. Но, знаете, можно рассказывать про то, как обязательно надо есть мидий для нашего здоровья, но, возможно, ну, мне это не очень корректно, да, и я в отношении себя тоже, ну, не могу себе позволить, там мидии есть каждый день. При всём том, я могу себе позволить в осенний хотя бы период, а потом в зимний, потому что если этих огурцов достаточно много, то их можно заготовить, потреблять пищу вот такие огурцы. В целом огурцы сами по себе нельзя сказать, что являются сверхбогатыми цинком, однако богатыми цинком являются семена тыквенных растений, в том числе те семена, которые уже образуются вот в таких огурцах-переростках. Поэтому потребление вот таких огурцов вместе с семенами, это обязательное условие, является замечательным способом профилактики недостаточности цинка в нашем организме. Но вилочковая железа, тимус, он зависим не только от цинка, конечно, он ещё очень сильно зависим от снижения калорийности нашей пищи. Снижение калорийности нашей пищи, там буквально на 15%, уже позволяет в значительной степени оздоровить этот замечательный орган в нашем теле, и улучшить его функцию защитную, и защитить наш организм. Огурцы, обладая низкой калорийностью по сравнению с теми же отрубями или морепродуктами, а также они бесплатные абсолютно, вместо того, чтобы нести их на компост или закапывать в землю, просто придумайте из них какие-нибудь закаточки и салатики. Ну, мы просто в семье нарезаем эти огурчики, моем, нарезаем вместе с кожурой эти огурчики, и закатываем в нарезанном виде вместе с семками в виде такого салатика. Это очень вкусно. Можете нарезать их кубиками, мариновать иным образом, но вы должны помнить, что вот эти огурчики, переростки и кабачки с зарождающимися семенами, такими уже, ну, не совсем водянистыми, но уже, так сказать, ощутимыми, и тыквенные семечки, все они являются замечательным источником, ну, не только цинка, но и сопутствующих веществ, которые будут способствовать и усвоению цинка, и оздоровлению нашего организма. Тем самым они в значительной степени отличаются в лучшую сторону, там, от каких-то таблеток с цинком, цинктерал, там, и какие-то витамины с добавками цинка и так далее, благодаря их комплексному действию. Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте вот такие огурцы, используйте их в пищу, все можно приготовить вкусно, все можно приготовить полезно и употребить на пользу нашему телу. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!